В Тирасполе в годы войны было три гетто. От рук фашистов погибли несколько тысяч евреев. Но до сих пор прийти и возложить цветы было некуда. Теперь в столице открыли памятник жертвам Холокоста. Подробности у Юлии Бабинцевой. Памятника жертвам Холокоста в Тирасполе ждали давно. И те, для кого массовые убийства евреев во время Великой Отечественной часть истории семьи, и те, для кого это пусть не личная, но большая трагедия. На открытие пришли люди разных возрастов и национальностей. Погибли все мои родственники. В принципе, в Ростове их простреляли, убили. Я один, у меня никого нет. Когда думаешь, так сердце обливается кровью. И думаешь, за что все вот это должно быть и как. У отца первая семья погибла полностью в гетто. И 10-летняя дочка его погибла. Эту молитву в еврейских синагогах читают и поют в память о тех, кто безвинно погиб. И здесь, на самом месте расстрела, она звучит особенно трогательно. Я думаю, каждый может просто прийти сюда, тихонько, постоять и подумать, каково было тем людям, которых приводили вот сюда. И не только сюда, по всему Приднестровью. Как гибли старики, женщины, дети. И представить, как это было. Что это ваши мама и папа, ваши дети. Вот это страшный момент. И об этом забывать нельзя. К месту памяти в день открытия еще долго несли цветы и камни. Это старинная еврейская традиция. Дань уважения тем, кого уже нет. Юлия Бабинцева, Николай Беркиншток, Первый Приднестровский телеканал. Субтитры сделал DimaTorzok